Именно при наличии этих оперативных мер, уверены предприниматели, бизнес сегодня сможет быстрее адаптироваться к новым условиям или при необходимости перепрофилироваться. Предложений по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса у коммерсантов сотни. Донести их до власти можно только сообща, считает и сочинская бизнес-леди Наталья Ахтырская. В сфере общественного питания она работает без малого 30 лет. Сегодня на Всероссийском совещании предпринимателей она решила поднять тревожный для большинства городских предпринимателей вопрос. Все дело в 171-м федеральном законе об обороте алкоголя, вернее в его 16-й статье, которая ограничивает продажу горячительных напитков вблизи образовательных, спортивных и в чем видят главную проблему владельцы сочинских магазинов вблизи медицинских учреждений, которыми, к слову, считаются даже стоматологические и массажные кабинеты. Поменять законодательство мы не можем. Это не законодательство города Сочи только. Это федеральный закон. То есть должны быть точные рамки определения, что же такое медицинское лечебное заведение. Понимаете, о чем идет речь? И это можно поменять только на федеральном уровне. Вот на опору России у нас есть большие надежды. Проблема вопросов накопилась во всех бизнес-сферах. Бытовой, строительной, транспортной, крупнейшее предпринимательское объединение опора России, как говорят сами его члены, это своеобразный мастер-класс друзей. У многих участников съезда за плечами многолетний опыт работы в малом и среднем бизнесе, в том числе во времена трех последних кризисов. И каждому из них есть что сказать, а главное посоветовать коллегам. За четыре дня съезда специалисты расскажут в том числе и новичкам организации сочинцам о доступности кредитных средств, о новых возможностях получения длинных дешевых денег. Выработают здесь и стратегию по снижению налоговой нагрузки. Вы хотите организовать новое дело, а нет денег. Но ведь есть помимо того, что в прямую идти в банк и просить денег, которые он сегодня не даст, есть другие же механизмы. Есть венчурные фонды, есть поевое финансирование, есть кооперативы. И вот у нас есть люди, которые это все прошли и знают, как это действительно работает на самом деле. Динамичное развитие страны зависит от успешной работы именно малого и среднего бизнеса, уверены участники съезда. Он же определяет качество жизни региона. И Сочи, отмечают российские предприниматели, обязан стать лидером в этой сфере. Тогда амбициозные планы курорта обречены на успех. Помогать местным бизнесменам готова вся опора России. А это тысячи предпринимателей, которые успешно создают в стране более пяти миллионов рабочих мест. Кстати, вопросы и предложения сочинских бизнесменов войдут в общий список, который собравшиеся представят президенту страны 7 апреля на заседании Госсовета по малому и среднему предпринимательству.